добрый день сегодня хочу рассказать про land cruiser 200 подготовленные к путешествиям не буду использовать слово экспедиции просто потому что она мне не нравится моем понимании экспедиция это поездка по делу куда-то найти золото инков какую-нибудь поймать необычную черепаху найти месторождение золото это экспедиция то чем занимаемся мы это путешествие это отдых это туризм бесспорно на этой машине можно конечно поехать и в экспедицию но как правило в экспедицию ездит на технике чуть-чуть иного плана а эта техника для отдыха крузак всем известен хорошо знаком и плюс 200 ки еще и в том что она немножко вышла уже из ранга автомобилей представительских скажем так хотя и конечно это с натяжкой представительский автомобиль но тем не менее в нашей стране у нее есть некое такое амплуа посток поскольку уже вроде как появилась трехсотка хоть и и не купишь теперь но тем не менее автомобиль уже потихонечку начинает выходить из разряда автомобилей пафосных и гламурных и становиться таким более обычным более гражданским поэтому рассматривать его как автомобиль для отдыха и для путешествий вполне можно многие его рассматривали кстати говоря и раньше в таком амплуа и прекрасно ездили на этих машинах этот автомобиль мы подготовили естественно с использованием всех наших классических комплектующих он немножко подлифтован на нем стоят бамперы передний и задний пороги в принципе минимальный уровень подготовки он такой и нужен для легких не сильно тяжелых путешествий в основном связанных с дальними переездами с большими расстояниями и не очень хорошими дорогами бесспорно этот автомобиль не для покорения болот просто априори он для этого изначально и не был спроектирован конструкторами которые его делали потому что машина габаритная тяжелая и она не для леса не для охоты не для каких-то поездок заброшенным затерянным озером где живет какая-то немеренная щука туда надо ехать на другой техники эта машина для рейдовых поездок в чем плюсы двухсотки огромный салон него можно и людей посадить и вещи положить и ночевать в нем можно и готовить ну то есть автомобиль в этом плане очень удобно прекрасная подвеска энергоемкая комфортная с достаточно хорошей артикуляции которая позволяет как раз ехать по разбитым дорогам очень мощный хороший тяговитый мотор очень удобно в горах это очень удобно при буксировке прицепа ну и просто ехать приятно машина тяговитая мощная тяги на низах всегда хватает во многих случаях это компенсирует немножко где-то да вот эти вот ее моменты по избыточному весу по габаритности на бездорожье это те сильные стороны машины которые есть и на самом деле крайне мало еще других машин которые могут дать вот такое удачное сочетание всех наиболее важных в дальние поездки потребительских качеств 200 кпосток поскольку она продолжает дело сотки эти все положительные моменты от сотки и переняла естественно что на нее же есть и достаточно большое количество комплектующих для того чтобы можно было автомобиль подготовить к подобного рода путешествия сейчас мы немножко поподробнее остановимся на всех элементах тюнинга которые были перечислены в начале я считаю чтобы железный бампер на машине которая съезжает с асфальта ну или даже просто ездит в какие-то путешествия необходим по этому поводу есть куча баталий в интернете есть масса проповедников которые говорят что нет железный бампер это там тяжело это не нужно нагрузка зачем на самом деле нужен и я с железом езжу уже больше двадцати лет и на каждую новую машину я все равно ставлю железо и делаю это по одной простой причине это повышает способность автомобиля даже на неспособность это повышать живучесть банально машины в поездке у меня были там некоторые ситуации такие с бамперами когда они просто-напросто спасали машину фактически например взад въезжает легковушка у меня только разбивается пластиковая розетка фаркопа у легковушки нет морды естественно у меня после этой аварии но ничего то есть бампер даже не сыграл на крепежах я потерял какое-то время на гаи но дальше я продолжил движение если бы не было железного бампера все поездка на смарку потому что меня просто перестали бы закрываться открываться двери багажника до свидания такая же ситуация могла бы быть если кого-то долбанул кто спереди до железный бампер спасает какие-то наезды на пни камни и прочие дребедень которые живет в траве и которую просто банально не видишь когда там задом сдаешь или где-то разворачиваешься это регулярно железо от этого спасает пластик колется а с пластиком у нас была например относительно недавно показательная в этом плане ситуация с автомобилем mitsubishi l200 взяли на тест новую эльку предыдущего поколения машина не то который выпускает сейчас поехали пофотографировать дорога в песчаном карьере такая абсолютно простая дорога никакого бездорожья машина едет на повышенной передаче но цепляет краем бампера вот этим водительской стороной небольшой песчаный холмик с краю от дороги да там какая такая змейка да узкое место и немножко задевает краем бампера песок просто песок до плотность лежавшийся но это был песок пластиковый бампер сыграл он не раскололся но под пластиковым бампером стоит бачок омывателя лобового стекла и фар бампер достает до него раскалывает бачок плюс еще и сносит насосик который соответственно вставляется сбоку в этот самый бачок вода вытекает но минус омыватель неудобно да раз два достаточно дорогостоящий ремонт то есть нужно снять поставить бампер плюс поменять бачок плюс поменять моторчик достаточно нарядно по деньгам я думаю там пол бампера окупается сразу только одним таким ремонтом но не говоря уже о том что если вы например где-то на бездорожье то остаться в такой ситуации без замывать ли лобового стекла это крайне неудобно да там ехать все время поливая бутылочкой после каждой лужи ну зачем это поэтому железо это именно живучесть машины ее сохранность это не пафос это не понт я никогда не прокладываю просеки железными бамперами не валю деревья я не использую этот бампер на дороге как средство устрашения других участников дорожного движения упаси бог зачем это именно в первую очередь собственная безопасность и повышение живучести автомобиля подробнее немножко о бамперах бампера риф это на данный момент на рынке я думаю что самое лучшее предложение из всего того что есть производится во первых уже очень давно то есть в целом делает железные бамперы уже 20 лет это приличный срок это достаточно большой опыт это продуманные конструкции уже известно где усилить где наоборот можно сэкономить металлы и сделать попроще конструкцию за счет этого уменьшить вес изделия это хорошее качество швов это и качество изготовления самого бампера и его внешний вид то есть по совокупности если еще суда и включить цену этого бампера ну это вообще я считаю что оптимально на данный момент на рынке по качеству изготовления на самом деле если сравните допустим даже с любимым многими арб ну лифта будет во многих случаях получше на самом деле бампер крепится кроме мощные крепежи хорошие на раму идут буксирные проушины на бампере соответственно тоже они напротив этих же крепежей которые идут к раме поэтому ими можно пользоваться без опаски что бампер съедет куда-нибудь в сторону с рифом такого не бывает защитка которая тоже идет под бампер и соответственно она закрывает здесь нижнюю часть где стоит радиатор и плавно переходит дальше в защиту уже картера переднего моста двигателя то есть автомобиль получается хорошо закрыт по передку какие-то наезды на пеньки камушки они теперь уже не страшны можно ставить защиту дальше туда продолжать ее на днище на коробку на раздатку и получить так называемую лыжу вообще бампер спереди здесь боковинки прикрыты небольшими металлическими кожухами ну это во первых эстетика там ничего не торчит во вторых как раз прикрывает там все потроха которые внутри есть место под лебедку на данный автомобиль лебедку мы не ставили такой задачи не было но лебедка ставится без проблем да под нее есть место ее можно в любой момент установить дополнительная оптика штатно стоит в бампере оптика светодиодная низкое энергопотребление свете достаточно неплохо есть места под дополнительные фары здесь же на бампере можно подобрать поставить в принципе хорошая нормальная удобная гармоничная такая вот конструкция и самое главное что это силовая вещь то есть она может работать это не просто пафос относительно веса ну сушки машины весят три тонны вот просто обычная безо всяких на стандартных пластиковых бамперах от того что мы добавим сюда еще 55 60 килограммов железного бампера ничего особо не меняется поверьте я ездил на этой машине с родными пластиковыми паперами и ездил с железом сильного изменения нет да понятно что на морде повис еще дополнительно бампер где-то немножко наверное там в каких-то поворотах это может чувствоваться но учитывая то что это сама по себе машина довольно большой бегемот и на дороге это чувствуется и так и так она не для гонок она не для быстрой скоростной езды вот это вот вес которого там многие боятся и указывают на именно на вес как на основной минус железного бампера вот в случае с этим автомобилем он сильно большой роли не играет если мы бы готовили какой-то болотоход для которого действительно реально каждого 10 20 килограммов лишнего веса это прямо беда то тогда да вопросов нет там действительно можно было бы говорить об экономии там на каждом килограмме здесь в этом случае никакого ужаса вот эти вот дополнительные килограммы не на морде не тем более на задке машины вообще нет в этом ничего страшно силовые пороги это то что обязательно должно быть на машине которая готовится для путешествий и для каких-либо поездок неважно дальних или близких почему штатный порог крепится к кузову автомобиля и он выполнен из алюминия достаточно тонкого он профилирован имеет определенную жесткость но этой жесткости хватает только на то чтобы выдерживать вес человека не более того если вы касаетесь так наезжаете на даже вот какой-то снежный сугробчик то алюминий гнется причем довольно сильно я уже не говорю о на езде на на пенек или на край колеи например конечно пороги гнутся сразу же если задеть посильнее за какое-то там препятствие то можно и погнуть и крепежи которые идут уже кузову или вообще их снести силовой порог крепится к раме это его основной плюс по отношению к вот ко всей вот этой вот значит штатной бутафории то есть если этим порогом например удариться о камушек или а пенек ну будет вмятина он немножко погнется да он там сколется краска на нем но он не погнется весь он останется порогом и что самое главное что он не потеряет своего функционала в отличие от штатного порога а функционал у него достаточно серьезный помимо всего прочего потому что он защищает боковину автомобиля если где-то в процессе движения колея неважно или просто значит где-то узкая дорога достаточно крутыми поворотами но обычно это бывает в лесу так или иначе порожком где-то трешься а пеньки а корни где-то какие-то камни на порог можно опереться на силовой да то есть именно всем весом машины и он защитит боковину штатный порог так конечно ничего не защитит погнется сам и соответственно дальше пойдет мясо кузовщина силовой порог это нормальная стопроцентная защита боковины машины они только одного порога машины порог то он естественно тоже защищает ну и что тоже очень немаловажно для нас под порог можно завести домкрат речный домкрат хайджек и домкратить машину это нужно и где-то на бездорожье если сел застрял там лебедка и и нет или она не работает или в принципе нужно поднять машину потому что она села на какой-то пенек и тащить ее лебедкой бесполезно ее надо именно с этого пенька снять или с камня в этом случае нужен хайджек и хайджек можно завести под порог здесь под него есть прям специальные места он туда ставится и машина поднимается порог немножко играет на крепежах к в процессе подъема он немножечко приподнимется но когда машину опустите это все выставится на свои места и и все будет работать нормально опять по-прежнему то есть не никаких изгибов на пороге не останется ну я например таким образом даже колеса меняю я штатным домкрат в машине и не доставал никогда для замены колеса пробитого все время поднимая ее хайджек порог в этом плане конечно великолепная вещь ну-ка машина тяжелая всю ее за одну сторону конечно поднимать тяжеловато а машины полегче зачастую можно поднимать прям целый бок автомобиля ну например когда где-нибудь сел в поле зацепиться не за что да там якоря нет ну поднял поднакидал чуть под колеса с одной стороны с другой стороны и поехал то есть это обычная классическая история поэтому порог это очень хороший важный и нужный девайс ну плюс ко всему на мой взгляд он достаточно красив сам по себе задний бампер риф в данном случае это бампер без калитки есть бампер с калиткой под запасное колесо этот бампер такой более лайтовый вариант для бездорожья все-таки я считаю что удобнее бампер с калиткой потому что доставать запаску висящую вот здесь вот где-то в грязи это крайне неудобная история ну плюс ко всему очень часто на 200 ки ставят дополнительные баки бак ставится как раз на место запасного колеса и это крайне удобный он получается сам довольно вместительный зависимости от того насколько он выпирает вниз там возможен и разный литраж но скажем в любом случае даже в случае такого вот самого компактного бака это будет литров 110 120 что как бы очень хорошо потому что но и у самой машины расход не маленький и запас то топлива и он никогда не тянет он всегда нужен запаску в этом случае надо куда-то вешать ну кто-то возит на крыше тоже не самое лучшее место большая часть конечно ставят просто либо калитку к штатному бамперу такая тоже есть либо задний бампер с калиткой под запасное колесо у калитки только один минус городской эксплуатации собственно почему на эту машину владелец и не захотел ставить бампер с калиткой в городе каждый раз приходится и открывать закрывать когда лезешь багажник ну когда машины такая универсальная здесь уже каждый для себя выбирать если это только поездки конечно я думаю что лучше брать с калиткой для запаски бампер под парктроники все штатные парктроники переставляются свои места при этом надо учитывать что на машинах разных годов выпуска и чуть-чуть разные парктроники бамперы соответственно тоже отличаются там нужно выбирать бампер именно под машину своего рестайлинга бампер естественно силовой естественно крепится к раме крепежи достаточно мощные как всегда хорошие с мощными буксирными проушинами сзади это все как всегда риф это все нормально сделано а вот его решение само по себе такое несколько может показаться странным и необычным да здесь у нас остался штатный бампер порезанный пластмассовый а вот здесь это идет силовой но на самом деле вот по-другому не сделать потому что бамперы сейчас крепятся к кузову машины а силовой бампер крепится к раме и мы всегда должны оставлять зазор между кузовом или какими-то деталями кузовными и вот этим самым силовым бампером потому что бампер играет именно по этой причине на бампере спереди тоже достаточно большой зазор между краем бампера и крылом очень часто бампера ставят прям вплотную крылу ну дескать не нравится большая щель но без щели нельзя потому что иначе бампер будет бить по крылу и его мять здесь если бы мы делали силовик целиком прямо вот вот так вот как он идет да вот эту вот всю часть мы пытались выполнить из железа то тогда вот здесь надо было бы дать достаточно большой зазор причем ну реально очень большой потому что это огромный бампер по ширине он будет играть на раме а кузов относительно рама играет бампер играет относительно рамы и на таком плече на такой длине зазор пришлось бы оставлять ну 25 а то и 30 миллиметров для того чтобы бампер вот в том в дальнем своем крае около арки крыла не доставал до него это очень важный момент ну соответственно эстетика была бы ужасно это раз два вот в этом случае уже получился бы действительно какой-то фантастический вес то есть если представить себе вот всю эту деталь выполненную из стали при этом еще с ребрами жесткости внутри с дополнительными усиливающими кронштейнами идущими на раму потому что же все надо было бы как-то держать то вот тут бы вес получился бы уже избыточный конечно а в данном случае получилось очень изящная конструкция не очень тяжелая но сто процентов функциональные углы которые всегда страдают когда где-то сдаешь задом и что-то вот не просматривается они как раз закрыты силовым бампером задняя часть ну та же самая история либо какие-то тычки назад если там сдаешь куда-то либо если кто-то приезжает за задняя часть вся перекрыта фаркоп соответственно мы имеем здесь да под вот этой вот заглушечкой резиновый идет квадрат под съемный фаркоп розетка под нее здесь есть штатное место тоже она суда устанавливается то есть полный функционал силового бампера здесь есть при этом разумный вес отличный совершенно внешний вид сохранены штатные фонари все на штатных местах все работает как надо выглядит классно за защищает то что нужно прям на все сто процентов хорошая нормальная функциональная и очень эстетичная вещь отдельно хотелось бы тоже обратить внимание на качество изготовления все сварные швы например гибы очень аккуратные с хорошим радиусом боковые части как и выполнены от штамповка под задние фонари эстетика великолепно ну и прочность тоже соответствует потому что бампер если он надевается на заднюю часть рамы на заднюю поперечину которая выдается вперед у автомобиля достаточно сильно и у него очень мощные крепления все он крепится здесь крепится к лонжероном рамы более подробно это все можно посмотреть у нас на видео по установке заднего бампера там прям видно как он ставится как он крепится то есть это прям моща моща ну и соответственно сами крепежи кроме здесь вот они очень во первых большие по площади во вторых очень мощные много точек крепления и бампер конечно реально силовой даже если где-то на перегибах местности им там чертить по камням даже не то что по земле абсолютно ничего не будет все будет работать как надо ну и в заключение пара слов по подвеску подвеска это очень и очень важная деталь подготовленном автомобиле ей нужно уделять весьма много внимания потому что это не только так называемый лифт хотя опять-таки применительно к передней независимой подвеске лифт это не очень как бы конечно корректно не очень она прямо скажем там лифтует ну так уж повелось это называть лифтом пусть будет лифтом это помимо всего прочего безопасность потому что подвеска напрямую влияет на управляемость автомобиля и курсовую устойчивость автомобиля соответственно когда у нас груженная машина тяжелая которая едет по плохой дороге у у нее должна быть очень и очень хорошая подвеска чтобы она могла ехать по этой дороге во-первых ровно чтобы ее не переставляла не кидала чтобы она не слетала с этой дороги в поворотах и во вторых она должна ехать комфортно то есть люди которые едут в машине не должны там стучать зубами они должны наслаждаться окружающим пейзажем получать удовольствие от езды за все за это отвечает подвеска поэтому подвеску конечно тоже нужно менять особенно если на машине стоит какое-то дополнительное оборудование штатная подвеска 200 ки настроена в общем-то неплохо изначально но конечно она настроена в основном на комфорт на такую вальяжную неторопливую плавную езду она очень неплохо идет она проглатывает тоже так же неровности но машину сильно раскачивает скорость лучше держать конечно не очень высокую потому что может где-то и подкинуть и переставить ну и что самое главное что конечно если подвеска давно не менялась то она просто устала сама по себе ее способность работать то есть амортизатору нормально гасить колебания пружином отрабатывать нагрузку она уже упала по сравнению со штатной подвеской поэтому ее так или иначе все равно нужно поменять соответственно поставив железные бамперы если мы ставим еще плюс там какой-нибудь до бак там палатку на крышу то есть это все дополнительная нагрузка то что лежит на крыше но же еще и плюс работает на всю вот эту вот раскачку естественно усиленная подвеска здесь стоит подвеска риф жесткость b так называемая средняя жесткость не максимальная именно из-за того что машина не особо сильно будет загружаться то есть данная подвеска хорошо компенсирует вес установленных бамперов позволяет подзагрузить багажник посадить кого-то там на заднее сиденье и машина будет абсолютно нормально хорошо ровно ехать если же машина будет нагружена еще сильнее ну скажем там как раз то что я говорил до бак еще там какой-нибудь органайзер багажнике палатка лебедка спереди тогда есть смысл ставить уже категорию c здесь стоит бэшка прекрасно работает машина отлично рулится хорошо идет по разбитой дороге она чуть-чуть приподнялась естественно если не посмотреть сбоку то машина стоит выше то что нам и нужно ну колеса стоят 33 они могут влезть в общем-то и без усиленной подвески там никакого лифта не нужно чтобы поставить 33 колеса но в данном случае вся машина она немножко приподнимается над дорогой над землей соответственно мы получаем чуть больше просвет под днищем под рамы автомобиля лучшие углы въезда-съезда общий вид конечно гораздо более гармоничный ну и увеличение дорожного просвета спереди поскольку у нас подвеска независимая сзади мост и там дорожный просвет набирается только за счет диаметра колеса а спереди да за счет немножко подъема подвески рычаги вниз опустились машина приподнялась дорожный просвет увеличился поэтому подвеска это очень хорошо усиленная подвеска здорово помогает автомобилю который будет ездить где-то вне асфальта это прямо вот обязательно надо делать даже если не ставится никакое железо на машину предполагается просто езда то все равно подвеску есть резон поменять подводя небольшой итог надо сказать что это вот минимальный достаточный уровень подготовки автомобиля для того чтобы можно было ездить по достаточно тяжелым дорогам без экстремизма с хорошим уровнем комфорта мы имеем чуть большие колеса соответственно побольше дорожный просвет полегче машина идет по ямам по разбитому асфальту ну естественно по бездорожью мы имеем необходимый набор усиления это бамперы силовые пороги защиты плюс к этому добавляем в багажник органайзер о нем у нас есть отдельное видео на нашем канале его можно посмотреть и например при необходимости если много вещей или если хочется спать в палатке на крыше автомобиля ставим багажник и на него можно крепить палатку мы об этом тоже рассказывали тоже можно посмотреть у нас видео и фотографии на наших сайтах и мы получаем абсолютно сбалансированный удобный в эксплуатации автомобиль с большими возможностями на бездорожье с теми же самыми по сути оставшимися сохранившимися и в ряде даже моментов улучшившимися характеристиками на дороге то что автомобиль например менее валки становится до более энергоемкая подвеска у него это все удобно в езде это просто приятно на асфальте и в то же самое время он не теряет в надежности то есть мы ничего не сделали с машиной такого что можно было бы назвать там откровенным колхозом машина остается по сути стоковая по своей начинке но при этом она приобретает необходимые для именно путешествие вещи и мы сохраняем ресурс машины и ее надежность получаем то что нам нужно по подготовке и никакого колхоза автомобиль абсолютно ремонтопригоден даже если вы сломались и поломались где эти в обычный тойотовский сервис в любом месте и все чинить это наверное в моем понимании оптимальный набор для туризма